всем привет любители дизелей также подписчики зрители гости канала значит такой вопрос уже не первый раз задается решил уже когда-то снимал видео на эту тему решил заснять еще раз значит человек пишет купил сан юнга тоже хочу говорит промыть двигатель что вы посоветуете какую промывку в маслах значит ребята я честно я не сторонник вот этих всех промывок особенно пятиминуток то есть давайте проще скажем вообще что такое промывка двигателя часто ее используют в автосалонах на новых автомобилях это стандартная процедура значит у меня знакомых много работала на станциях официальных дилеров разных марок автомобилей и что получается то есть они рассказы да мы эту промывку льем куда ни попадя лишь бы налить лишь бы ее списать то есть что такое промывка то есть есть промывка которая заливается полностью при замене масла заливается полный объем мотор заводится дается ему поработать двигателю и сливается и под после этого заливает новое масло значит эта промывка что обычно это самое дешевое минеральное масло для чего промывать новый двигатель ну как бы ну наверное конструктором виднее значит это о об одной промывке такой есть еще промывки пятиминутки знаем продаются на заправках ну и в магазинах автохимии в таких небольших в плакончиках воняет там керосин с ароматизатором значит заливают в прогретый двигатель дают пять минут поработать 10 и сливают сливает ну после чего меняет масло значит вот эта пятиминутная промывка по моему мнению это хуже некуда во первых потому что есть в моторе всегда не смываемый не сливаемый остаток масла то есть это то масло которое останется в двигателе даже при полном сливе потому что в движке много всяких каналов из которых маслом и не коим образом не выдавим и в итоге что получается мы заливаем вот эту соляру керосин там что ну составе размазываем его с основным маслом она там что-то пытается от есть размешивается и в итоге мы сливаем масло но часть этого этого средства остается у нас внутри двигателя после чего мы заливаем новое масло и начинаем ездить и вот какая-то часть этой химии то есть у нас задача масло масло много задач двигателя но основная смазывать его да то есть вот в итоге наносится масляная пленка следом частично вот этим химии которая задача от есть вот эту всю там мазуту сразу что прочистить следом она то есть получается какая-то непонятная смесь и как она действует на двигатель мне кажется ничего хорошего это пятиминутная очистка мотору не принесет по моему мнению вот сколько я перебираю двигателя я всем объясняю ребята не надо лить никакие не восстановление не вот если у вас работает мотор нормально да просто чаще меняйте масло не надо ничего туда лить помогать ему рабочий мотор ничего с ним не будет чаще менять и 78 тысяч масла и будет у вас дизель бегать да и любой бензинка будет бегать ходить долго и уверенно присадки это уже мертвому припарка если с мотором уже что-то началось там что-то отмыть если там уже наросты такие масла или сажи уже колец нету там могут хоть что за делается иногда быстрей вот этой очистителем мотора промывка этой быстрей угробишь двигатель где-то что-то отвалится где-то что-то забьется и где-то что-то вкладыши провернуться вот и закончится вся эта эпопея самая лучшая очистка от мотора это только частая замена масла все так что на вопрос о промывке купили автомобиль ничего не льем меняем масла вовремя и ездим долго и счастливо если есть какие-то проблемы что-то едем к мотористу к одному второму третьему слушаем что он скажет что там что расскажет не надо заниматься самодеятельностью много было вот таких случаев с промывками со всякими добавками при мне был такой живой случай человек правда не в масло залил в топлива приехал зимой на заправку заправился стоят полочки со всякими флакончиками красивыми увидел какую-то присадку в топлива дал ангрузер был 2 годовалый сотой значит дизель он купил эту приблуду бухнул ее в бак и в итоге через сколько-то километров он у него просто заглох вот он пришел к нам рассказал все как было что редкость наше время обычно что-то люди делают и добавляют заливает потом приходят мычат и не говорят что на самом деле он же все рассказал честно как было в итоге сняли форсунки начались форсунок все привет все распылители клинанули то есть вот вот это к чему может привести вот эти всякие флакончики естественно ответственности никто ничего не несет это ваше добровольное дело лить или не лить но я вам рассказываю то что знаю так что надеюсь ответ на промывку мотора вы получили если у кого-то есть еще какое-то мнение пожалуйста пишите в комментариях может что-то я не до рассказал хотя что тут можно не рассказать все вроде бы понятно ясно так что на этом всем пока и до новых встреч